Продолжаем выпуск. В новосибирских школах сегодня отвечали на вопросы по новому предмету регионоведения. Учебники по нему еще не написаны. Это внеклассные занятия, на которых ученикам рассказывают о самых интересных для путешественников в местах Новосибирской области. Одним из первых лекцию для школьников прочитал мой коллега Анатолий Харитонов, автор и ведущий программы «Пешком по Новосибирской области». В Берску сколько лет у нас? Есть 300 лет в Берску. Какому городу 300 лет? Он значит в Берске. Спасибо. Эти ребята знают, что театр «Кукол» был построен на деньги горожан, а Купинский район назван в честь своего основателя. Нам нужно угадать по описанию, что за город, о котором говорится в Новосибирской области, а потом еще по всему найти его на карте, просчитать его координаты и расстояние между ними. Самые сложные были вопросы, где нужно было назвать фамилии режиссеров, писателей, архитекторов. Это была, наверное, самая единственная сложность всего теста. Легкие, в принципе, например, указать самое большое озеро. Это самое легкое, мне кажется. Попасть на квест мог далеко не каждый. Участникам надо было выполнить конкурсное задание. Из 23 команд в финал прошли только 10. Изначально первый этап был, отборочный этап, это составление путеводителей по Новосибирской области. Туда входили достопримечательности Новосибирской области, какие-то места, которые неизвестны современной молодежи. Во многих ранее малоизвестных местах побывал наш коллега-журналист Анатолий Харитонов. Программа «Пешком по Новосибирской области» выходит в эфир телеканала ОТС уже два года. Давний друг программы, историк-краевед Леонид Чернобай нередко выступает экспертом. Туристический опыт больше полувека. В этом году выходит его энциклопедия «Туриста-краеведа». Ничего подобного на территории области не издавали больше 30 лет. Если вы занимаетесь краеведением, любите путешествовать, любите природу, вам очень повезло. Почему? Потому что наш регион обладает очень большим туристическим потенциалом. Область у нас большая, и даже мы со своей большой командой не можем охватить все. Если вдруг вы увидите какое-то интересное место, какой-то интересный объект, пишите, звоните мне, добавляйтесь в друзья, и вы можете стать героями нашей программы. Учебников по регионоведению пока еще нет. Но, возможно, труды журналистов телеканала ОТС и новосибирских краеведов послужат основой для создания книг. Ну а в квесте победили студенты Новосибирского технологического колледжа питания. В ноябре у них и у всех желающих будет еще один шанс проверить себя на всероссийском географическом диктанте. Виктория Рыжих, Александр Егоров, Новости ОТС.